В Кремлевском дворце выступили звезды балета 21 века. Московская сцена впервые принимает престижный международный проект. Он уже 17 лет собирает исполнителей со всего мира. Интрига этого вечера стала вручение награды лучшей балерине десятилетия. За изящным поединком наблюдал Илья Бухтуев. Собрать на одной сцене ведущих танцовщиков со всего мира сама по себе задача непростая. Все они, разумеется, на расхват плотный график гастролей, контракты с самыми известными театрами. Найти для всех удобное окно – это ж сколько часов телефонных и личных переговоров. Но организаторы проекта «Звезды балета 21 века», проводя в Москве свой юбилейный 50-й гала-концерт, уважили, кажется, даже самых избалованных столичных балетоманов. Интрига вечера. Кому достанется премия «Балерина десятилетия»? Пальму первенства оспаривали четыре танцовщицы – Диана Вишнева из «Маринки», которая в очередной раз показала, что не боится экспериментировать. Светлана Лунькина – «Большой театр». Она выступала под живой аккомпанемент «Звезды мировой оперы» итальянского тенора Александра Софине. В Москве состоялась мировая премьера номера «Венеция в лучах заката». От лондонского королевского балета была легкая на подъем Алина Кожакару, а баварский государственный балет представляла Люсия Лакара. Каждая из этой четверки выходила на сцену дважды, и у публики, конечно, была возможность понять, насколько трудный выбор стоит перед членами жюри. В Антракте кому достанется престижная премия, спорили, кажется, все. От министра финансов Алексея Кудрина до певицы Валерии. «Наша школа лучшая, и сегодня в очередной раз с этим убедилась, когда сравнивала их с иностранцами, не в обиду, им будет сказано». «Приза балерина десятилетия» удостойна солистка балета Мариинского театра Диана Вишнева. Судьи в итоге приняли решение, которое устроило вроде бы всех, и самих номинантов, и публику. Статуэтки «Лучшая балерина десятилетия» унесли за кулисы все четыре танцовщицы. «Конечно, неожиданность. Конечно. Это все держалось в секрете. Никто этого не знал. Никто не знал. Да, никто. Десять лет бесперерывной, тяжелой работы. Вот так сказала». Впрочем, со сцены Кремлевского дворца в этот вечер ни один артист не ушел с пустыми руками. По многолетней традиции все участники концерта получили медали, которые называют балетными Оскарами. Если бы в рамках этого гала вручался приз зрительских симпатий, то он бы, вне всякого сомнения, достался паре из Большого театра, Ивану Васильеву и Наталье Осипову. Их по ДД публика встречала особо горячо и потом долго не отпускала со сцены. Международному проекту «Звезды балета XXI века» 17 лет, но в России он впервые. После концерта организаторы заявляли о своем желании получить постоянную прописку в Москве, как это уже случилось в Париже и Нью-Йорке. Илья Бухтев, Сергей Ратников, Владимир Плахов, НТВ, Москва.